В эфире информационная программа «Пульс города». Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Родила и выбросила. На свалке найден труп младенца. Очередное повышение. Сколько будем платить за газ? Ремонтируют крышу, наводят порядок в зале. Дворец спорта готовится к новому сезону. В Кандалакше на городской свалке найден труп новорожденного ребенка. Тело девочки обнаружили случайно. Оно лежало в сумке под грудой мусора. Сейчас ведутся поиски горе-мамаши, которая выкинула младенца. Правоохранительные органы просят горожан оказать содействие в розыске. Сообщение о страшной находке поступило в полицию вечером 21 июля. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая работает на свалке. По ее словам, при разборе очередной кучи мусора, ею была найдена сумка, внутри которой находился труп новорожденной девочки. Как уже сказал, предварительно женского пола и где-то, может, один день жизни. Вот. Каких-либо признаков, потому что там недоношенный, либо как бы все, полноценно развитый ребенок, без каких-либо патологий. Сейчас труп младенца исследуют эксперты. Им необходимо установить причину и обстоятельства гибели ребенка. Одновременно с этим ведутся поиски женщины, которая сначала родила, а потом цинично избавилась от младенца. Вероятно, считают следователи, новорожденная девочка была выброшена в один из мусорных контейнеров, расположенных в городе, и только после вывезена на свалку. Мы хотели обратиться всем жителям города Кандалакша, поскольку свалка городская, мусор вывозился из города Кандалакши, Кандалакшского района. Кто кому-либо что-то известно по поводу произошедшего, обращаться в следственный отдел, либо в полицию. Информацию, которая поможет в раскрытии данного преступления, горожане могут сообщить, позвонив в полицию по номеру 02 или сотрудникам следственного отдела по телефону 93876. Жители домов, оборудованных газовыми плитами, ожидают неприятный сюрприз. С 1 августа поднимутся цены на газ. Увеличение составит 4%. Новый тариф на жиженный газ, реализуемый предприятием Мурман Облгаз, установлен региональным правительством. Согласно документу, с 1 августа голубое топливо для населения подорожает незначительно. Суммы в квитанциях в среднем вырастут на 40 рублей. Сейчас тариф на газ, реализуемый через дворовые подземные накопители, составляет 332 рубля с человека. С 1 августа он увеличится до 345 рублей. Кандалакшанам, в чьих квартирах стоит прибор учета, за кубометр голубого топлива придется выложить 121 рубль 57 копеек, вместо нынешних – 117 рублей. Подорожает и баллонный газ. С доставкой до потребителя он будет стоить 1208 рублей за емкость, без доставки – 1123 рубля. Министерство здравоохранения Мурманской области приглашает жителей региона пройти диспансеризацию. В этом году участие в обследовании могут принять не только работающие граждане, но и все взрослое население от 21 года. Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа. Первый – так называемый скрининг, основная цель которого – выявление у гражданина признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. Все данные, полученные в ходе осмотров, вносятся врачом-терапевтом в паспорт здоровья, который выдается гражданину на руки. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту. Доктор предоставит информацию о перечне необходимых исследований и консультаций, а также дате и времени явки на прием к специалисту. Далее новости короткой строкой. На базе 16-го детского сада «Юнга» уже с нового учебного года откроется логопедический пункт. Руководство дошкольного учреждения переоформило лицензию на право оказывать услуги по коррекции речи детям, нуждающимся в этом. В Зареченске планируется отключение электричества. Объекты населенного пункта будут обесточивать ежедневно в период с 23 до 6 утра. Связано это с производством работ по расчистке просеки и заменой опор линий электропередач. Работы продлятся до 31 августа. Минздрав страны выступил с инициативой поднять цены на сигареты в два раза. Свои предложения ведомство отразило в законопроекте, который направило на рассмотрение Государственной Думы. В мурманском этапе эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» примут участие и жители Кандалакши. В роли факелоносцев выступят четыре наших земляка. Один из них – заслуженный тренер по натурбану Андрей Кныр. Продолжается конкурс на создание логотипа фестиваля «Байки красавицы Канды». Эскиз логотипа может быть выполнен в любой технике – живопись, графика, компьютерный дизайн – на листе формата А4. К эскизу необходимо приложить краткую пояснительную записку с описанием и его обоснованием. Готовую работу и заявку на участие следует принести в молодежный отдел содействия по адресу улица 50 лет Октября, дом 8. Напомним, в этом году фестиваль поморской песни и танца пройдет второй раз. В Кандалакше стартует акция «Тепло из добрых рук». Ее инициаторам и организаторам на протяжении уже нескольких лет выступает комиссия по делам несовершеннолетних. Главная цель акции – помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 1 сентября. Тетрадки, ручки, яркие карандаши и пластилин – вещи для школьника нужные. Однако не каждая семья может позволить себе купить ребенку все необходимое для учебы. Протянуть руку помощи и поддержать тех, кто испытывает определенные финансовые трудности, может каждый кандалакшанин. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних обращаются к предпринимателям и горожанам с просьбой оказать содействие ребятам из неблагополучных семей в приобретении школьных принадлежностей. Акция «Тепло из добрых рук» стартует 1 августа. Школьные принадлежности, канцелярские товары, одежду необходимо приносить в кабинет номер 115 администрации. Лето – пора ремонтов. Они сейчас проводятся практически во всех бюджетных учреждениях района. Во Дворце спорта, например, меняют кровлю. В планах реконструировать систему ливневой канализации. О том, что уже сделано и что еще предстоит, смотрите далее. Сначала внутри, потом снаружи. Именно по такой схеме проводится ремонтная кампания во Дворце спорта. Система отопления промыта и готова к работе в зимний период. Заканчивается косметический ремонт в Большом спортивном зале. Стены уже отстукатурены и покрашены, потому что здесь проходит первенство по мини-футболу. А так как наши футболисты, ребята, сами знаете, мощные, то есть мяч, удары, то есть стены выглядели не очень достойно и приятно, поэтому все застукатурено, все покрашено. Средства на это не выделялись за счет проката, за счет небюджетных средств. То есть то, что мы заработали, часть средств спустили на закупку красок, материалов, а наши работники занимаются ремонтом зала. Все остальные работы проведут специализированные организации. Так, подрядчики уже приступили к ремонту крыши. Монтируют козырьки, облагораживают фронтоны. Затем начнут менять кровлю. Если погода не подведет, обещают управиться за две недели. Внимание требует и ливневая канализация. Она не ремонтировалась несколько десятилетий. Колодцы в нескольких местах забиты, из-за чего талые дождевые воды попадают в подвальные помещения. Ситуация должна измениться к концу лета. Подрядчики вызвались до 1 сентября реконструировать систему канализационных стоков. Кроме того, директор Дворца спорта намерен продолжить работу по обустройству спортивной площадки, расположенной на территории учреждения. Комплекс оснастят дополнительными элементами. В частности, для занятий модным сейчас среди молодежи – воркаутом. Также для нужд Дворца уже закуплены две передвижные стритбольные площадки. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Синоптики обещают северянам потепление. По данным Мурманского гидромедцентра, в ближайшие дни характер погоды в регионе будет определять антициклон, распространяющийся с Норвежского моря на юг Баренцева моря. Подует северо-восточный ветер, местами возможны небольшие осадки, а столбики термометров поползут вверх. Сегодня ночью ожидается малооблачная погода. Ветер северный – 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 14, плюс 15 градусов. Днем будет переменная облачность. Ветер северный – до 11 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 20, плюс 21 градус. Атмосферное давление будет падать. 24 июля солнечная активность – низкая, геомагнитное, поле неустойчивое. В ночь на четверг будет преимущественно ясная погода. Ветер северный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 13, плюс 14 градусов. Днем сохранится малооблачная погода. Ветер северный – до 10 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 21, плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет падать. 25 июля солнечная активность – низкая, геомагнитное, поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok